Привет, экты! Я Дэнил, креативный директор из Худли Худ Геймс, и я здесь, чтобы рассказать о том, чего мы достигли с момента запуска раннего доступа для Void Crew, нашего хаотичного кооперативного космического приключения. С момента запуска в раннем доступе в сентябре мы посвятили себя созданию наилучшего опыта для игроков, и мы видели, как из пустоты выросло замечательное сообщество. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить вас за поддержку, ваши отзывы и потрясающие публикации. Наше первое обновление представило плавающие лутбоксы, называемые коллектор пустошенных, которые дают неплохую награду, если вы сможете их сбить. И если вы ищете новую игрушку, чтобы сбить свою потенциальную добычу, обратите внимание на нашу тяжелую автопушку Orison MK1. Каждый выстрел легко пробивает броню. А еще мы исправили ошибки и улучшили качество игрового процесса. Наше следующее обновление 1.5 за Франкенштейнел роботизированный автоматический взаимодействующий управляющий модуль, который является идеальной заменой члена экипажа для вариантов регат Одинокий Страж. Это запрос от соло игроков сообщества Void Crew. Это мощная турель, предоставляет соло игрокам и небольшим экипажам дополнительную огневую мощь. Система наведения и опцию крейсерского режима для поддержания вашего корабля в рабочем состоянии. Наше обновление 2 было мощным и непосредственно сосредоточено на удовлетворении запросов сообщества, при этом мы успели добавить немного праздничного веселья. Обновили нашу систему пустотных прыжков, чтобы дать клонам дополнительное время на планирование и подготовку к будущим контактам. Мы также переработали звездную карту как наш первый шаг к более длительным паломничествам и добавили новую ветку в дерево навыков инженеры. Мы также ввели перехваты пустотного прыжка. Случайное событие, когда опустошенные перенаправляют ваш пустотный прыжок в их ловушке для действительно эпических моментов. Обновление 3 добавляет множество крутых функций с обновленной системой наград. Снятие ограничения FPS, больше добычи для исследования, новые события и различные модули, которые можно улучшать, если вам попадется улучшатель корабельных систем. Идеально, если нужна помощь в битвах с недавно обнаруженными элитными версиями снайпера и бомбардировщика опустошенных. Теперь вы можете выбрать фрегат или сменец класса свобода, без установленных модулей, чтобы провести более экспериментальное космическое путешествие. Но будет еще больше. В нашем плане множество новых функций, бесконечный режим. Больше инструментов для игроков, перки и способности, бои с боссами, ну и больше диких экспериментов. В конце концов, это ранний доступ. Этот опыт непрерывный, урок смирения для нас, небольшой инди-студии. Мы все еще осваиваем искусство управления игрой в раннем доступ. Стремимся ввести новый контент и функции, внимательно прислушиваясь к пожеланиям и критике сообществ. Мы благодарим всех игроков за ваше терпение. Пожалуйста, оставляйте комментарии и делитесь своим мнением. Мы постоянно проверяем отзывы и, возможно, учтем это в следующем обновлении Воид Крю. До скорого. И дохранит вас Миттэм.